Абай Кунанбаев стал героем нашего времени. К нему не зарастает тропа несогласных Алматы и теперь уже Москвы. Импровизированные абайские чтения на чистых прудах вновь актуализировали слова назидания классика. На казахском языке главный труд Абая называется «Карасюсь» буквальный перевод «черные слова», смысловой перевод «проза жизни без поэтизации бытия», «простые истины без возвышающего обмана». Слова назидания степного философа и поэта XIX века стали на неделе твитами назидания. Их растащили на цитаты, в каждой максиме считывая диагноз современности, словно про нас пишет. Наиболее часто в сетях цитируется слово «третье» «Над честными сынами степи чинятся уголовные дела по ложным доносам, проводятся унизительные дознания, загодя находятся свидетели, готовые подтвердить то, чего не видели и не слышали. И все ради того, чтобы опорочить честного человека». Хасан Дюсикенов – единственный потерпевший на суде по пяти полицейским, кто имеет на руках прямые доказательства. Улика – пуля. Хасан сам извлек ее из тела своего убитого сына Атабергена Дюсикенова. Экспертиза показала, что выстрел в сына Дюсикенова был произведен из пистолета Макарова 53-го года выпуска. Оружие принадлежит первому замначальника полиции города Жанаузен майору Ерлану Бахыт-Калиулы. Однако судят его не за убийство, а всего лишь за превышение полномочий. «В суде стало известно, что он был убит из пистолета Ерлана Бахыт-Калиулы, но он все отрицает. Если бы он пришел и попросил прощения, и сказал бы, что стрелял по приказу вышестоящих, отправил бы ко мне Аксакалов, я по казахским обычаям его бы простил, не спрашивал бы у суда строгого наказания». На неделе в суде по полицейским давали показания их коллеги. Среди прочих свидетелей был подполковник Мылтыков. Ранее на суде по нефтяникам подсудимые узнали в Мылтыкове человека, который выкрикнул «Стрелять по моему приказу». Показания следователя ГУВД Жанаузена Оттарова дополнили картину. Кто дал приказ собрать колонну? «Не знаю». Вы видео смотрели, где как раз сбор колонны производился? «Да». «И что, не видели, кто строил?» «Строили Утигалив, Мылтыков, Кожаев». «Инструктаж был?» «Да». «Кто инструктировал?» «Кожаев, Бахталиула». Утигалив по сотовому телефону с кем-то долго говорил. Потом дал приказ стрелять ниже пояса. По ногам в случае угрозы жизни или здоровью». Потерпевшие во время перерыва рассказывают, что полицейские отвечают односложно. Судья и прокуроры не дают возможности задавать им вопросы. «Хочу я задать вот этот вопрос. Огнестрельное оружие, автомат, калашник, для чего предназначен? Я хотел любому полицейскому вот это задавать, вот этот вопрос. Но нам не сужено вопрос задавать. Нурлыбека Нургалеева ранили в подбородок. Пуля прошила его до лопатки. Левая рука после операции так и не восстановилась. «Подбородок попал вот отсюда, и пуля осталась под лопаткой. В клинике в Сызганово мне сняли пулу, но я думаю, у меня повредили сухожилу. Сейчас руки у меня не работают. Правая рука что, достает, а левая рука не достает. С шеей не могу вытянуть руками». Вопрос Нургалеева, зачем в него стреляли из автомата Калашникова, остается без ответа. Как, впрочем, большинство вопросов от адвоката потерпевших. Когда вы пошли в ГУВД, вы взяли оружие и пошли на Алан? У меня с собой было табельное оружие. Вы говорите, что у вас было табельное оружие. Это автомат или пистолет? Пистолет Макарова нам выдавали за 10 дней до этого. Причину получения оружия за 10 дней назовите. По вашей должности вы же не носите оружие. Скажите, кто вам дал и приказал взять? Или вы сами можете взять? Руководство сказало, мы выполнили. Есть фамилия? На обеденный перерыв сотрудники суда и потерпевшие по Жаналузенскому процессу ходят в одну столовую. Но невидимая грань между ними сохраняется и здесь. Те, кто находятся по разные стороны судебного барьера, не общаются даже за общим столом. Всю боль от пережитого люди выплескивают только в зале заседания. Не дали его по-людски похоронить. Построили юрту, но ее сломали солдаты. Молодые ребята, я им говорила, что вы делаете? Вы же от матерей родились. Старший сын был в руках полицейских. Я пошла в ГУВД, но мне сказали, что нету его. Был уже пятый день, как умер младший сын. А когда мы уже стали выносить тело, чтобы отправиться к кладбищу, полицейские начали стрелять в землю. Не на поражение. Может быть, думали, что мы против них идем или хотели нас напугать. Я даже не могла петь «Жактау», не могла плакать. У меня челюсть свело. Я переживала, что пуля может задеть кого-нибудь из дочерей. Я только смогла сказать «Алдынан жарыл кассын». О том, что военные и ОМОН продолжали беспредел в городе уже после 16 декабря, не на камеру рассказывают многие. Арман Шупашев узнал от знакомых, что в «Актау» начался суд над полицейскими. В качестве потерпевшего его туда не вызвали, хотя 16 декабря на Алане у Армана погиб старший брат. Впрочем, ехать в «Актауский суд» Арман и сам не хочет. Но вам важно пойти в этот суд? Или вы не верите этому суду? Честно, не верю. Почему? Ну, не знаю. Думаете, что несправедливый будет? Да. Ну, там все куплено, видишь. Арман говорит, что для него сейчас важно поднять своих троих детей. Рассказывает, что основное время они ютятся дома, перед телевизором. В богатом нефтью городе сходить с семьей совершенно некуда. Хочу отпрыгнуть, учиться, что есть, словить ничего. Не столько работаешь, и все. Больше никаких перспектив не повесил. Кем бы хотели, чтобы ваши дети были? Ну, не знаю. Свободными людьми. Станут ли свободными людьми 37 нефтяников, на которых сейчас пытаются повесить беспорядки? После выслушанных в «Актаусском суде» откровений этот вопрос буквально повис в воздухе. Для кого-то ответ очевиден. Потому что они не виновны. Они не виновны. Никто не доказал. Ни в чем не виновны. Ни слов не доказал. Ты сделал, ты и сделал. Никто не виновны. Мы болельщики. За детей болеем. А то родственников у нас нет. Мы только болельщики. Ребятам отвечать ни за что. Никакой причины. А прокуратура... Из прокуратуры 6 человек сидит. Они на них нажимают. Они на них нажимают. Прокурор по делу по делу у 30 семей нефтяников продолжится на следующей неделе. А судебный процесс по делу о событиях на станции Щитпе, где на скамье подсудимых 12 человек вышел на финишную прямую. Там премии сторон завершились и 21 мая должен прозвучать приговор. Прокурор просит суд приговорить участников акции протеста к тюремным срокам от 3 до 9 лет. Подсудимые, выступая с последним словом, не признали своей вины и ссылались на слова президента Назарбаева о законности требований бастовавших нефтянников. Слова эти были сказаны в декабре, сразу же после Жанузинской трагедии. Адвокаты подсудимых в один голос заявляют о политической подоплеке как уголовного дела, так и судебного процесса по событиям на станции Щитпе. Политическая составляющая всех судебных процессов, идущих в октаву, сводит на нет всякие надежды на справедливость будущих приговоров. Все идет по сценарии. Здесь заметили, только один прокурор задает вопросы, те же самые вопросы и те же самые ответы. Никакой разницы нет. Это по сценарию. Должны задать другие вопросы. Можно было бы уточнить, кто, когда, где стоял. Детально надо было разобраться. Это важно, потому что это смерть 16-17 человек, это же большая трагедия, это не счастье, это же, в конце концов, преступление. Не просто преступление отдельных людей, это преступление государства против всего его народа. Алмалинский районный суд Алматы продлил арест лидера оппозиционной партии ОЛГА Владимира Козлова еще на один месяц. Политик был арестован 23 января по обвинению в разжигании социальной розни. Таким образом, следствие по этому делу и, соответственно, содержание Владимира под арестом продлится до 23 июня. Затем старт нового процесса над ним, над Сериком Сапаргали, активисткой, бастовавших нефтянников Амировой, режиссером Булатом Атабаевым и политиком Жамбулатом Мамаевым. Их привлекает по тяжелой 164-й статье «Разжигание социальной розни». Еще одна Максима Атабая в тему. Если гонимому ради своего спасения приходится обращаться за помощью к негодяям, он поступает со своей честью. Если не идет к ним на поклон, значит быть ему несправедливо судимому, терпеть лишения и невзгоды, не находя в жизни достойного места и дела.